Бэинг МКЮ-25 Стингра является дозаправкой в воздухе беспилотной, что в результате программы «Палубная Реалт» дозаправка системы, ЧБАРС, которые выросли из ранее беспилотного чарьер-запускаемых аэроборни-сурови-ланчей-страйк программы, УЧЛАС. МКЮ-25 совершил первый полет 19 сентября 2019 года. ВМС США начали свои усилия по созданию авианосцены или в 2006 году оригинальная концепция УЧЛАС была для скрытной ударной платформы, способной проникать в ПВО противника. В 2012 году требования к летальности и ударам были смягчены, чтобы создать самолет, ориентированный на разведку, наблюдение-разведку, ИСР, который можно было бы быстро разработать для выполнения контртеррористических миссий и низкой интенсивности. С 1 февраля 2016 года, после многочисленных задержек более, будет ли УЧЛАС специализироваться в забастовке или ИСРОЛИ было сообщено о том, что значительная часть усилий будет направлена, чтобы произвести Суперхорни от СИЗИ от палубной дозаправку «Танкер» в качестве операторского базируемая система дозаправки в воздухе, ЧБАРС, с небольшой ИСРИ и некоторыми возможностями для ретрансляции связей и ударных способностей, перенесенных на будущую версию самолета. Необходима цитата. В июле 2016 года он был официально назван МКЮ-25 «Астенграй» после того, как ранее назывался РАК-25АВМФ. Пентагон, по всей видимости, внес это изменение в программу, чтобы решить проблему ожидаемого дефицита истребителей ВМФ, направив средства на закупку дополнительных ФА-18Е, ФСУПЕРОРНЕТ и ускорение закупок и разработки Ф-35С. Наличие ЧБАРС в качестве первого палубного БПЛА обеспечивает менее сложный мост к будущему F-AXX, если это будет беспилотная ударная платформа. Он также удовлетворяет потребность перевозчика в самолете с органической заправкой, предложенном в качестве миссии УЧЛАС с 2014 года, высвобождая 20-30% СУПЕРОРНЕТС, выполняющих эту миссию более эффективным и экономичным способом, чем модификации F-35, V-22 СПРЕЕ-2Д АУКЕЕ, или возвращение на вооружение списанного С-3 Викинг. В 2016 году было подписано 4 контракта на разработку, а официальный запрос предложения ожидается в 2017 году, а рабочий статус – в начале-середине 2020-х годов. Контр-адмирал Майкл Маназир предположил, что три из этих БЛА могут летать с F-35 для дозаправки и работы датчиков. Вице-адмирал Майк Шумейкер сказал, что МКУ-25 может увеличить дальность боя без дозаправки СУПЕРОРНЕТ в 450 миль, 520 миль, 830 километров, до более 700 миль, 810 миль, 1300 километров. Цель ВМС для этого самолета – обеспечить доставку 15 тысяч фунтов, 6800 килограммов, топлива в общей сложности от 4 до 6 самолетов на дальность 500 миль, 580 миль, 930 километров. В октябре 2017 года ВМС выпустили окончательный запрос предложений МКУ-25 Стинграй для Лыч Хейт Мартин, Бейейнг, Нартроп Грумман и генерала Атомичс. Выбор Бейейнг тайно завершил строительство своего крыла тела хвоста в 2014 году, когда программа УЧЛАС была приостановлена, и возобновил его для миссии ЧБАРС. 19 декабря 2017 года компания Бейейнг представила свой прототип самолета, в котором учтены уроки, извлеченные из летающего крыла Бейейнг Пантомра и других его беспилотных летательных систем. Конструкция Бейейнг МКУ-25 не нова для задач по заправке, но, по словам Бейейнг, это было учтено при ее проектировании. Генерал Атомичс предложила свою концепцию Сиа Венгер, которая была расширена от Predator-C, Авенгер для дозаправки, в то время как Лыч Хейт Мартин предложила свою концепцию Сиа Гость, основанную на RQ-170 Сентинель. 25 октября 2017 года Нартрап Грумман объявила, что снимает свой X-47Б с конкурса МКУ-25, заявив, что компания не сможет выполнить программу в соответствии с условиями запроса предложений службы. Уход компании сигнализировал некоторым аналитикам, что требования ВМФ могут отдавать предпочтение конструкции крыло тела хвост, а не летающим крыльям, которые, как считается, были предложены Нартрап Грумман и Лыч Хейт Мартин. 30 августа 2018 года ВМС США объявили Бэйенг победителем конкурса и заключили контракт на разработку четырех самолетов МКУ-25А на сумму 805 миллионов долларов, которые должны быть завершены к августу 2024 года. Еще три испытательных МКУ-25А были заказаны 2 апреля 2020 год, сейчас общее количество заказов – 7. Программа может быть расширена до 13 миллиардов долларов и будет включать 72 самолета. Дизайн конструкции Бэйенг МКУ-25 оснащена одним турбовентиляторным двигателем Росрой ЧАЭ-3007Н, развивающим тягу 10 тысяч фунтов, 4500 килограммов. Это вариант двигателя, используемого для ВМС МКУ-4Ц Тритон. Самолет менее малозаметен, чем БЛА с летающим крылом. Он действительно имеет скрытую форму фюзеляжа, вход заподлицо для защиты лопастей двигателя от радаров и V-образного оперения. Здравствуйте подписывайся на канал нажми на колокольчик.